Как приготовить много закусок и при этом не умахаться? Закусочные масла. Это одна из моих самых любимых застольных тем. И сегодня будем готовить целых 6 видов. Оставайтесь на канале. Будет вкусно. С вами Галина Артеменко. Ассортиз закусочных масел это очень удачное решение. Выглядят на праздничном столе они очень нарядно. Гостям безумно нравится пробовать и выбирать масло себе по вкусу. Ну а готовится все очень просто и быстро. Подавайте такие масла со свежим хлебом, либо же с гренками. И пускай гости самостоятельно намазывают выбранное масло. Первое масло это дань новогодним традициям, то есть бутербродом с красной икрой. Поэтому мы приготовим икорное масло. Прекрасно подходит для подачи со свежим багетом. Я беру 100 грамм сливочного масла размягченного. 50 граммов красной икры. 1 чайную ложку лимонного сока. Я использую концентрированный лимонный сок. 1 веточку укропа. Больше не рекомендую класть для того, чтобы все-таки вкус икры был самым главным в этом масле. И соль по вкусу. Первым делом смешаю размягченное сливочное масло и лимонный сок. Сливочное масло можно оставить при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось до такого состояния. Я его на низкой мощности прогрела в микроволновой печи до тех пор, пока оно не стало таким, каким бы оно было при комнатной температуре. Сперва лимонный сок будет не очень хорошо входить, но мы создаем такую вот эмульсию. И во многих сливочных маслах используется вот этот прием. Он добавляет вкусу более сильного контраста. И вот уже лимонный сок практически весь вошел в масло. Масло при этом стало каким-то особенно глянцевым. Теперь я введу сюда икру. Сначала половину, потому что хочу по возможности немножко разбить зернышки, для того, чтобы вкус стал более насыщенным. Сейчас я немного помогу себе при помощи блендера, а затем добавлю оставшуюся икру. Масло сразу приобрело такой приятный пастельный лососевый цвет. Оставляя часть зернышек в масле целыми, я как будто бы намекаю на то, что же в этом масле. Потому что так это просто масса приятного цвета, а по зернышкам сразу видно, что там икра. Сейчас его можно попробовать на соль. Несмотря на то, что икра довольно соленая, но само масло все-таки просит немного добавить в него соли. Посмотрите, какая красота. Сейчас осталось ввести немного укропа. Укроп я буду очень мелко рубить, для того, чтобы в масле он был наименьшими фракциями. Но все-таки вот измельчать вместе с икрой его блендером не стоит, чтобы маленькие кусочки тоже добавляли такой красивый цвет в его составе. Всыпаю укроп в масло. И финальное перемешивание. Второе масло это своеобразная фантазия на тему средиземноморских вкусов. Сладкие вяленые помидоры, насыщенные по вкусу маслины и ароматные травы. Вспомните об этом масле также, если соберетесь приготовить себе порцию спагетти. Просто добавьте кусочек и уже больше никакой соусу к этому блюду не потребуется. Будет очень вкусно. Мне понадобится 100 граммов размягченного сливочного масла комнатной температуры, либо аккуратно размягченного в микроволновой печи, 1 столовая ложка лимонного сока, 8-10 половинок вяленых помидоров. У меня, как видите, сушеные. Я их предварительно залью кипятком, для того, чтобы они немного размягчились. Вяленые никак обрабатывать дополнительно не нужно. Также я беру 4-6 вот таких вот темных маслин. Я предпочитаю брать не черные, а вот такие вот цвета, бурого цвета. Также мне потребуется 1 чайная ложка смеси итальянских трав и соль по вкусу. Заливаю томаты кипяточком и дам им размягчиться. Этим временем я смешаю размягченное сливочное масло с лимонным соком. В этом рецепте его немножко больше. Дело в том, что помидоры сладковатые сами по себе, и это будет дополнительно балансировать вкус. Очень часто вместо лимонного сока используют какие-нибудь благородные уксусы. Благодаря добавке таких вот уксусов можно дополнительно играть вкусовыми оттенками. Кислота прекрасно вошла в масло. Оно стало таким мягким, нежным и шелковистым. Заблестело еще сильнее. Ввожу сюда прованские травы, такие итальянские. Размягчились мои сушеные помидоры. Сейчас я их буду мелко рубить. Такое вот томатное месиво у меня получилось. И порублю также маслины. Они у меня с косточками. Я их сейчас аккуратно достану. Маслины и помидоры я не рублю прям до состояния практически пюре. Я хочу, чтобы небольшие кусочки в масле все-таки попадались и ощущались. Теперь я беру масло, которое мы ранее смешивали с лимонным соком. И отправляю сюда помидоры и маслины. Вмешаю в масло овощи. После чего попробую на соль, если нужно, присолю дополнительно. На самом деле создать таких вот закусочных масел можно огромнейшее количество. Существует всего лишь два условия для того, чтобы это масло в результате получилось по-настоящему вкусным. Первое условие заключается в том, что в него должны входить очень сильные по вкусу ингредиенты. А второе условие должно заключаться в том, чтобы эти ингредиенты были сочетаемы между собой. Следующее масло одно из моих самых любимых. Сочетание пряного чеснока, ароматной петрушки, а также насыщенного по вкусу сыра. В будничной еде это масло подойдет практически к любому блюду. Начиная от мяса или рыбы и заканчивая блюдами из овощей, из картофеля, какими-нибудь варениками и той же пастой. Я беру 100 граммов размягченного сливочного масла, 1 чайную ложку лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 2 веточки петрушки, 15 граммов натертого пармезана и соль по вкусу. Первым делом смешиваю масло и лимонный сок. Как только масло вобрало в себя лимонный сок, я отправляю в него пармезан. Теперь я мелко порублю веточки петрушки. Чем мельче будет нарублена петрушка, тем больше эфирных масел мы высвободим, и поэтому масло будет более ароматным. Петрушку я отправляю к маслу. Теперь отправляю в масло чеснок. Буду его пропускать через пресс. Так он тоже будет более ароматным, чем если его просто порубить. Перемешиваю масло с петрушкой и с чесноком. Пробую масло на соль. Пармезан добавляет, конечно, солености, но дополнительно нужно присолить. Четвертое масло невероятно яркое, со слегка испанским характером. Сочетание паприки с подкопченным, да еще и слегка поджаренным для хруста беконом в ежедневном рационе сделает его прекрасным дополнением к блюдам из картофеля. Я беру 100 граммов размягченного сливочного масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 2 полоски бекона или подкопченной грудинки, которые я поджарю, 1 столовую ложку паприки, у меня домашняя, я снимала видео о том, как я ее делаю, и соль по вкусу. Выкладываю поджаренный бекон на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Масло смешаю с лимонным соком. Всыпаю к маслу паприку и щепотку соли. И теперь я вернусь к бекончику. Его я буду крошить вот так вот произвольно руками. Вы можете, в принципе, порубить ножом, но мне нравится делать это вот так, чтобы кусочки попадались разного размера и создавали такую дополнительную текстуру. Бекон у меня был с кожицей, но я ее не отделяю, потому что она очень хрустящая и очень хорошо раскрашивается, значит, она не будет мешать в масле. Если же кожица слишком плотная, то лучше ее все-таки снять. Финальное смешивание всех ингредиентов и очередное масло готово. Кстати, такие вот масла хороши не только для праздничного застолья, но и прекрасно подходят для ежедневной, для будничной еды в качестве соусов. К примеру, в моем блоге есть рецепт отличного ягодного масла, который прекрасно подходит к любой птице. Я оставлю ссылку на него в описании к этому видео, и там же оставлю все ссылки на те закусочные масла, которые я уже когда-либо опубликовала. Следующее масло прекрасно подойдет для закусок под крепкие напитки. В сочетании нежного и деликатного по вкусу печеного чеснока вместе с маринованными огурчиками, да очень вкусно. В обычные дни возьмите это масло во внимание, если будете готовить блюдо из рыбы. Для этого масла мне потребуется 100 граммов размягченного сливочного масла, 2 маринованных огурчика, 1 головка чеснока, которую я предварительно запеку. Сделать это можно либо в духовке, я буду делать это в микроволновке, чтобы сэкономить время. А также буду добавлять соль по вкусу. Чтобы запечь чеснок, нужно срезать верхнюю вот эту вот штучку, верхнюю часть, чтобы обнажить дольки. Если вы будете запекать чеснок в духовке, вы просто оберните его фольгой и запеките. Я добавлю в небольшую глубокую мисочку немного воды и запеку его в микроволновой печи. Вот примерно так это будет выглядеть. Немного воды на дне. Зачем я это делаю? Потому что микроволновка во время приготовления довольно сильно сушит продукты. Я хочу сохранить нежную, мягкую текстуру чеснока. Чеснок запекался 6 минут в микроволновке. Вот так он выглядит. Немножко начал карамелизироваться. Сейчас я дам ему немного остыть, а затем извлеку зубчики. Пока жду остывания чеснока, мелко порублю огурчики. В это масло кислоту я не добавляю, потому что в маринованных огурцах ее довольно много. Если вам покажется, что ее недостаточно, то вы можете дополнительно ввести лимонный сок или какой-нибудь уксус. Отправляю масло в большую по размеру мисочку для того, чтобы мне было удобно смешивать. И сейчас я отправлю к нему чеснок. Я не измельчаю до абсолютной гладкости, пускай небольшие кусочки чеснока все-таки попадаются. И теперь я отправляю в масло нарезанные огурцы. Теперь нужно попробовать масло на соль и отрегулировать, если это необходимо. И, наконец, последнее масло в моем сегодняшнем сете. Это масло довольно мягкое по вкусу. Оно сочетает в себе вкус хрена, а также французской горчицы. И это делает его универсальным рецептом для огромного количества блюд. Я беру 100 граммов размягченного сливочного масла, 2 чайные ложки хрена. У меня просто белый хрен. Если у вас такого нет, вы можете использовать тот, который продается со свеклой, с свекольным соком. 1 чайная ложка французской горчицы и соль по вкусу. Пожалуй, это самое быстрое в приготовлении масла, потому что необходимо просто все смешать. Кислоту я в этом рецепте не ввожу, потому что и в горчице, и в хрене, как правило, в готовых маринованных соусах они есть. Если же вам хочется ввести дополнительно, то никто не возбраняет вам это сделать. Смесь стала однородной. Сейчас я попробую ее на соль. Пара щепоток будет в самый раз. Перемешиваю, и масло готово. Ну что ж, все, кто досмотрел это видео до конца, огромнейшие молодцы. Это было нелегко, правда. Но теперь ваш праздничный стол будет невероятно вкусным. Не забывайте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Возможно, вы придумаете какие-нибудь интересные свои варианты для таких вот закусочных масел. А с вами была Галина Артеменко и канал Жить Вкусное.